Отлично! Если говорить о себе, я человек экстремов. Каждая личность состоит из множества составляющих. Я одновременно очень мягкий и очень жесткий. Фредди Меркьюри Нерассказанная история Если кому повезет, этот человек увидит меня беззащитным ребенком, если застанет меня в нужное время. Вместе с тем я сильный и жесткий. Полумеры меня не устраивают. Этот фильм рассказывает историю Фредди Меркьюри, проливая свет на человека, стоявшего за музыкой, и показывая, куда уходят его корни. Вместе мы совершим путешествие во времени в родные края Паруха, Буйсара. Будучи лишь маленькой точкой на карте, Занзибар поражает воображение. Конечно же, в 50-х годах прошлого века этот арабский торговый городок был далек от роскоши и богатства времени Синбада. Но что касается рассказа о тех днях, лишь один человек может дать правдивый ответ. Я Джер Бульсара, мама Фредди. Ничто в Занзибаре не отражает важность Фредди Меркьюри. Эту ситуацию хотел исправить Джон Досильд, школьный друг Фредди. Должна появиться хотя бы табличка. Фредди отлично поднялся. Так что Занзибар мог бы от этого только выиграть. Я Кэш Кук, сестра Фредди. Здесь тропический климат, прекрасные пляжи, чистая вода. Здесь очень жарко. Потрясающее место. Нетронутая, грязная и дурно пахнущая. На время сюда заехать можно, но жить, боюсь, нет. Он родился 5 сентября 1946 года. Забавно, но в тот день был наш Новый Год Парси. В этом самом муниципальном роддоме Занзибара 5 сентября 1946 года появился на свет Фаррук Бульсара. Он родился в четверг. Здоровенький, весом целых 7 фунтов. Мы решили назвать его Фаррук. Это его настоящее имя. В то время оно было весьма популярным. И мне самой оно нравилось. Мир, в котором явился на свет Фаррук, был тихим тропическим раем со старыми улочками, облупившимися белыми стенами и контрастирующей зеленой растительностью на фоне лазурных вод океана и белых коралловых песков. Родившись во влиятельной семье местных уроженцев, работающих на британское правительство, маленький Фаррук с самого рождения оказался в центре внимания после того, как его фотография была признана лучшей на фотоконкурсе. У нас, конечно, было чем заняться. Но ребятам, в том числе и Фредди, было скучновато. Делать было особенно нечем. День Фарруха начинался с того, что он шел в школу узкими улочками каменного города. Он шел, впитывая колориты, культурные особенности арабских торговцев, восточно-африканских рыбаков и колонистах. Частенько он останавливался во дворике местного ресторана, служившем и площадкой для игр, и главным местом общения и слушания рассказов и новостей, которыми обменивались взрослые. Кроме того, любимым местом мальчика был Борт, где он смотрел на проплывающие корабли и мечтал о далеких странах с абсолютно иной музыкой. Он сам играл разную музыку, индийскую, народную, английскую. Он ставил какую-нибудь пластинку и начинал петь. У него был очень разнообразный вкус. Когда мы ходили в гости или на дни рождения, он часто пел, если его просили. Ему ужасно нравилось, что он может радовать людей уже в том возрасте. Счастье – это самое важное. Когда я счастлив, это отражается в работах. Я к этому и стремлюсь. Быть счастливым, заработать много денег и купить все, что хочу. В этой фотостудии были сделаны первые фотографии Фаруха. Многие с детства помнят мою студию. А сейчас они выросли. Мы с детства снимали здесь и приходим по-прежнему. Тут все осталось, как раньше. Я намеренно сохранил студию такой. Приводите своих детей и внуков, пусть и они ее увидят. Практически каждый зензибарец снимался здесь, в студии, которая не менялась с тех дней, когда в ней позировал Фарух. Этот человек, отец нынешнего владельца, фотографировал Фаруха, а также всех остальных членов местной коммуны. Его отец мой дядя, брат моего отца. Такая у нас связь. Он мой первый двоюродный брат. Когда он был совсем маленьким, лет трех-четырех от роду, мать оставляла его у нас, когда уходила на работу. Потом моя мать была домохозяйкой, а у него родители оба работали. В то время здесь жило много пассий. Часто устраивались сходки, особенно по большим религиозным праздникам. У нас здесь был свой храм. Там мы и собирались, и праздновали. Иногда собирались у кого-то, устраивали большие вечеринки. Здесь, в Занзибарском храме огня, в возрасте семи лет, Фредди был посвящен веру последователей Заратустры посредством специальной церемонии. Главная разница между Заратустреанством и остальными религиями в том, что мы учим радоваться жизни. Традиционная музыка Парси. Он был очень увлечен западной музыкой. У нас можно было достать пластинки, журналы о моде и поп-культуре. Однако в том времени, когда мы их получали, они устраивали на несколько месяцев. Но все равно это было что-то новое. Только так можно было следить за тем, что происходит на Западе. Желание Фаруха посмотреть другие страны было удовлетворено, когда в возрасте восьми с половиной лет родители отдали его в интернат в Индии. Летом 1955 года он отправился в настоящее морское путешествие через океан, совершенно один, без семьи. Восемь недель спустя он прибыл в Бомбии, индийский порт на северо-западе страны, которые в свое время помогали строить его предки Парси. Чтобы не поддаваться стрессу от восьминедельного самостоятельного путешествия, он представляет себе ожидающий его новый континент. Как и большинство приезжих, первое, что он видит, врата были. Для маленького Фаруха Бомбей с его 16 миллионами жителей настоящий культурный шок. Приехав из городка с населением 60 тысяч, он оказывается в поле смятения. С радостным восторгом и страхом перед неизвестностью он отправляется поездом на юго-посток. Час за часом перед глазами Фаруха мелькают сельские пейзажи. Несмотря на восторг, он, конечно же, скучает по дому, переживает за сестру, думает о том, что ждет его впереди, и о том, что за хорошее образование приходится платить разлуку с семьей. Мустафа, 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 Ибраиль. Мустафа, 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 Ибраиль. Проезжая через пункт, ставший бастионом борьбы Ганди за независимость Индии, он впервые сталкивается с устрашающим уровнем бедности в стране. Автобусом он доезжает до Панчгани, меки провинции Магарастра, находящейся на высоте 1334 метров над уровнем моря. В том же 1955-м, накануне своего девятилетия и после 60 дней пути, Парух наконец-то прибывает в город, который станет для него домом на ближайшие 8 лет, в школу английской церкви Святого Петра. Меня зовут Рой Робинсон. Я являюсь директором школы Святого Петра в Панчгане. Школа была основана в 1902 году. Это окружная школа, готовящая мальчиков к получению индийского диплома о среднем образовании. Фаруф Бульсара прибыл в школу в 1955 году на постоянное обучение. Это было 14 февраля. Ему хорошо давали спорт, музыка и искусство. Скоро он начал представляться как Фредди. К сожалению, Фредди покинул школу 25 февраля 1963 года, провалив экзамены 10 класса. Подробное изучение классных журналов и отчетов выявило, что Фредди участвовал во многих школьных постановках, чаще всего играя женские роли. Там же, на школьных праздниках, он начал петь, поражая всех своими вариантами лосолия мио и цыганского барона. Он был отличным боксером, прекрасным певцом, потрясающим пианистом, мастером пригрев пинг-пинг и средним бегутом. Панчгани, 5 февраля 1958 года. Дорогие мамы и папы, надеюсь, у вас все хорошо, а простуда Кашмира прошла. За меня не волнуйтесь. Ребята в общежитии для меня как вторая семья. Учителя строгие. Дисциплина в школе основа всего. Представляете, я выиграл главный приз, лучший среди юниоров. Меня даже сфотографировали и напечатают фотографии в школьном ежегоднике. Я сам собой горжусь. Надеюсь, вы тоже. Передавайте привет Кашмира. Я ее очень люблю, как и всех вас. Фарух. Они действительно очень любили друг друга. Сестру он просто обожал. Помню, ему в очередной раз пора было возвращаться в школу, и мы собирали его. Он хотел подарить мне что-то на прощание. Я выбрала серебряные заколки. Хочу вот это, говорю. А он в ответ, это слишком дорого, выбери что-нибудь другое. Ну, если дорого, то я вообще ничего не хочу. И тогда он сказал, ну ладно, и купил их мне. Очень хорошо мне это запомнилось. Уже тогда он был очень щедрым. От природы. Мне нравится чувствовать, что я ничего от себя не скрываю. Я хочу как можно больше насладиться жизнью, взять от нее все по максимуму за те годы, что мне отведены. Когда он приезжал на каникулы, их было не оторвать друг от друга. Когда он уезжал, все становилось по-другому. Но мы ничего не могли поделать. В Бомбее Фредди оказывается под влиянием многих культур. Короткие каникулы он живет у тети Шеру Горни. Именно она первая распознала в нем будущего артиста. Однажды, тогда ему было лет 9, Фредди пришел после завтрака, послушал песню на радио и повторил ее, когда она закончилась. Нужно найти ему учителя музыки. У мальчика есть слух. Панчгани, 10 апреля 1961 года. Дорогие папы и мама, я так рад, что вы разрешили мне заниматься пианино. Мне очень нравится. Миссис Смит отличный преподаватель. Я уже делаю успехи. Много занимаюсь и очень доволен. Хочу рассказать еще кое-что. Брюс Мюррей решил создать группу и пригласил меня. Мы будем называться Хектикс. Кроме Брюса и меня участвуют Виктория Ранн, Дерек Бранш и Фаран Ирани. Завтра у нас первая репетиция. Не могу дождаться. Целую, Фару. В наши дни основатель группы Хектикс Фаран Ирани держит ресторан Бомбей. На самом деле основатель Брюс Мюррей. Фредди, то есть Фарух, играл на пианино. Они сильно сдружились. Первой любовью Фредди в школе была Гита Чокси, которую мы посетим Бомбей, а затем отправимся с ней по памятным местам в Панчгане. Гита Чокси была не только неразделенной любовью Фредди, но и одной из самых верных поклонниц группы Хектикс. Сегодня она работает в турфирме. Все было просто и без заморочек. Парень встречает девушку, вот они держатся за руки, поцелуй был верхом дозволенности. Гитва Чокси плюсом сбора хора школы Святого Петра была редкая возможность ученикам разных полов общаться друг с другом. У большинства девочек братья учились там же, но встречаться возможности не было. Мальчиков можно было увидеть лишь в церкви. В хоре все сидели вместе. Вот так и передавали любовные послания. Нам в основном нравились другие ребята, красавчики. А на него внимание толком не обращали. Уж больно, он был невзрачным, с кривыми зубами и сальными волосами. Конечно, он был неравнодушен к Гите, но ей было все равно. Гита была всеобщей любимицей. Если я и нравилась, Фредди помни, об этом не говори. Панчгане, 15 марта 1962 года. Дорогие папа и мама, со мной случилась страшная несправедливость. Сейчас я расскажу. Однажды мы были в общежитии Лоуренс Вилла. Виктори, Фаран, Дерек и другие ребята. Вдруг Брюс начал меня задирать. Давай побоксируем. Не отказался, но он начал бить меня. Через пару мгновений уже начался настоящий поединок. Ребята вокруг орали и швыряли в нас подушками. На шоу пришел мистер Дэвис и прекратил драку. Брюс соврал и свалился на меня, хотя я просто защищался. Все ребята были за него, и тогда мистер Безин, директор, решил меня наказать. И выбрал ужасное наказание. Мне пришлось пойти к парикмахеру и коротко постричься. Я возненавидел Брюса. Вы же знаете, как я люблю свои волосы. Такие больше не отрастают. В общем, я зол и расстроен. Ваш Фарух. Внимание! Направо! Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Индия – моя страна. Все ее жители – мои братья и сестры. Я люблю свою страну. По иронии судьбы, именно в таком строгом заведении с сильными традициями воспитывался один из самых необычных людей своего времени. Видимо, неординарная личность Фредди выработала свой ответ на давление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На вопрос «Хочешь рисовать?» Он ответил «Да». До этого он рисовал рождественские открытки. Мы достали масляные краски. Сначала рисуешь контр-лошадей. Тогда-то и стало ясно, что у него много талантов. Кроме успехов в музыке, Фредди был и отличным художником. Миссис Смит, дочь учителя рисования Фредди, вспоминает об одной его особенности. Нас шокировало, когда Фредди называл других «дорогой». Об этом старались даже не говорить открыто. Шокированы были все. Мальчики не обращаются друг к другу «дорогой». Да и девочкам такого в те дни не говорили. И когда слышишь это «дорогой»… Сегодня для меня это святое место. На этой сцене в этом зале школы Святого Петра Фредди и Хектикс образовали группу. У меня даже мурашки по коже. Ведь это было целых 40 лет назад. Здесь они репетировали. Играли Пресли и Петта Буна, но главное, что сами ребята были нашими и живыми. Фредди за пианино, Виктори на ударных, Фаран играл на басе. Это был особый инструмент. Ящичек для чая, деревянный, с бамбуковой палкой и с одной или двумя струнами. Нет, с одной. Вот на таком басу они тогда играли. Причем замечательную музыку. Сегодня в школе Святого Петра выступает наша группа Хектикс. Приходите. Всем привет. С вами группа Хектикс. Сначала мы играли в школе. Вообще нас подвиг мистер Дэвис. Он играл на пианино. Если убрать пианино от группы, ничего бы не осталось. Конечно, недостатков хватало. Музыка была шумной, но мелодичной. Даже таким, как я. Она нравилась. У него не было страха перед сценой, хотя в жизни он был застенчивым. Но, положив руки на клавиши, он как бы забывал про все. Это было сродни множественному оргазму. Для нас Фредди и Хектикс были лучше первой сопрессии. И ими гордились. Особенно мы, девчонки. Все 66 человек. Хектикс! 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 Все, что было вокруг, панчгани, атмосфера, климат, распорядок, все это настраивало на мечтательный лад. Он мечтал стать музыкантом и достиг своего. Мне кажется, это было лучшим местом для рождения такой звезды, как Фредди. Отличная отправная точка. Перед тем, как покинуть школу, 14-летний Фредди написал в альбоме «Друга». Современные картины, как женщины. Невозможно наслаждаться ими, если пытаешься их понять. Фредди провел в Занзибаре два года. Пока в январе 1964 года не вскухнула кровавая революция, из-за которой вся семья Бульсара переехала в Англию. Было очень страшно, действительно страшно. Все бегали взад и вперед, не зная, что делать. Из-за детей мы решили покинуть страну. Обосновались Фелтами, рабочем пригороде Хетроу. Если бы у Фредди был выбор, он хотел бы родиться в возрасте 21 года Фелтами. Но даже смена привычного уровня жизни не сломила энтузиазм Фредди. Мы приехали в начале лета. Кажется, в мае. Но холод все равно чувствовался. Поначалу Англии мне вообще не понравилось. Так там было холодно. Зачем мама с папой нас сюда привезли? Мы мало чем могли заниматься в Англии. Во-первых, у нас не было слов. Все пришлось делать самим. Впоследствии пришлось зарабатывать на жизнь. Мы мало представляли, что нас ждет, когда ехали. Фредди, наоборот, был очень обрадован. Он все повторял. Вместе мы справимся, ничего страшного. Так мы и держались. Сначала Фредди работал упаковщиком на заводе. Его дразнили за то, что у него были женские руки, но он отшел коллег, сообщив, что должен был стать художником. Нас он постоянно убеждал, что скоро все наладится. Ведь ему безумно хотелось переехать в Англию. Фредди выделялся на фоне сверстников. В то время были популярны длинные, спутанные волосы. А когда мы приехали, Фредди выглядел старомодно, в духе Клиффа Ричардса, с волосами, зачесанными назад. Когда мы куда-то ходили вместе, или возвращались с остановки, я шла сзади, потому что не хотела, чтобы все думали, что я с ним. Все вокруг одевались по-другому. Будучи художником, он всегда замечал все самое важное. То же было и с длинными волосами. Я сказала, нет, не пойдет. А он ответил, мам, но все же носят. Ребята из колледжа, соседский сын. В общем, я разрешила. У меня не было выбора. Поначалу было трудно, но мы старались. Поступить в художественную школу Фредди не мог, потому что не имел документов. А вот так, летом 1964 года, накануне 18-летия, Фредди поступил в Байлвардский политехнический техникум. Откуда выпустился в 1966-м с красным дипломом. Я не могу весь день валяться в постели и ничего не делать. Это пустая трата времени. Я почти не читаю, это тоже трата времени. Меня за это убьют. Каждый день надо что-то делать. Зарабатывать. Я не встаю по утрам с мыслями, неужели все? Он присматривает за мной. Осенью 1966 года Фредди поступает в Уиллингскую художественную школу. Изучает графический дизайн. Именно там он, наконец, попал в богемный музыкальный мир Волгана 60-х. Меня зовут Джерри Хибберт. Вместе с Фредди я учился в Уиллинге в конце 60-х. Меня зовут Джон Тейлор. В 1968-м я был басистом в Айрес и Рекетч, нашей общей с Фредди. Я Дерек Риджерс, фотограф с Фредди. Мы познакомились в Уиллинге. Я Питер Стрейкер. Мне повезло, что я был знаком с Фредди Мэкфери. Я даже считаю себя одним из его лучших друзей. Школа в Уиллинге выпустила Питта Таунсенда, Ронни Вода и многих других хороших музыкантов. Он часто говорил о том, что столько выпускников художественной школы ушли в фоб-музыку. В то время я это толком не замечала. Думала, что так и надо. В те времена многое прилежно очень светло и непопулярно. Однако, Фредди создал множество отличных рисунок, шейзажек, эскизов, работ в стиле поп-арт, которые многие никогда не видели. Я отчетливо помню, что Фредди рисовал эскизы всех. Когда учился рисовать, его первыми моделями были кино и поп-звезды. Он был отличным художником и графиком. У него был целый альбом рисунков. Он потрясающе рисовал Хендрикса. Настоящий талант. Меня всегда поражало его понимание цвета и полутонов. Порой мне давали задания на дом, нарисовать что-нибудь. Я просила его, а ему очень не нравилось. И все равно он помогал мне. А я ему выступаю в роли модели. Если он делал за меня задания, отличная оценка была гарантирована. Он отлично подмечал детали. На половине курса Фредди занялся много, придумав ряд нарядов для показов. У меня оставались старые индийские скатерти. Он их нашел, нанес узор, перешил, и получилась рубашка Неру. И в таком виде отправился в Лондон, сильно рассердив меня. И испортил такую красивую скатерть. Я занимался графикой, хотел быть иллюстратором. Я могу писать красками. Во время учебы я сильно интересовался музыкой. Играл в группах, познакомился с Брайаном и Роджерсом. Наш образ жизни сильно различался. Но мы всегда ладили. И редко когда ссоялись. Уже тогда у него был свой мирок. Он вел себя как звезда. Кто этот парень? Он всегда одевался безупречно, хотя и вызывающе. Ходил с каким-нибудь помпоном на веревочке. И всех им охаживал. Часто носил белое, и художественные школы. Это было странно. Но даже тогда было ясно, что внутри он очень стеснительный. И уже тогда он начал маскироваться, придумывать некую личность. К нему уже все относились как к звезде, хотя тогда он звездой и не был. Я хочу, чтобы весь мир слушал мою музыку. Чтобы все приходили, слушали меня и смотрели на меня, когда я играю. Он многим казался вожаком лидером. Хотя не был таковым. У него был спокойный, добрый характер. За несколько лет до этого в панк-движении появилась новая тенденция. Музыканты хотели играть в маленьких залах. Но так интимнее. Полный бред. Любая звезда хочет видеть больше публики. Поскольку в Уринге все были помешаны на музыке, амбиции Фредди не были столь явны. В начале мне не представлялось, насколько серьезно он говорил. Мне казалось, что он просто эксклюзивный человек, хороший художник, и музыка для него лишь хобби. Мой совет Фредди был, не стоит увлекаться музыкой. Занимайся тем, что умеешь, графикой. Я Тим Стаффел, первый вокалист в группе «Смайл», существовавший до Квин. А возможно, если бы я не ушел, мир был бы другим. Когда мы учились в Уринге, некоторые из нас часто запирались в мужском туалете, и там пели гамму, пользуясь отличным тамошним эхо. Возможно, так развивалось звучание Квинн. Мы с Роджером оба считали, что он отличный шоумен, но не были уверены, насколько он справится с пением. Фредди получил шанс вступить в группу в 1968-м, после прибытия в Лондон из Ливерпуля трио «Айбекс». В первый же вечер они встретились со Смайл, а также с Фредди. Ему нужна была группа, а «Айбекс» искали вокалисты. В то время голос у него был дрожащим, все еще формировался. Будешь делать все то же самое, как раньше. Ладно, давайте. У Фреда в группе было прозвище, с которым все соглашались. Его звали «Старая королева». Но только между собой. Его манера держаться на сцене уходит корнями, я бы сказал, еще во времена «Айбекс». В те годы, в 1968-й, 1969-й, оборудование было не самым профессиональным. Видимо, он размахивал стойкой, и ножки отлетели. Так что ее нельзя было поставить обратно. Почти ни у кого не было робот-менеджеров, по крайней мере, у нас. Так что никто не подбежал и не приделал ее обратно. В итоге ему пришлось выкручиваться самому. Он безоговорочно вел себя. У него было достаточно амбиций, чтобы вырваться вперед. После отъезда из Хэмптона в колледж, мы с Брайаном были единственными, кто хотел серьезно продолжать. Смайл эволюционировал. Мы объявили, что ищем барабанщика, и нашли Роджера. Смайл отличный. В самом деле. Помню, однажды мы выступали на концерте. В таком составе я, Тим Стаффел и Роджер. Фредди тоже поехал. Не помню, где это было. Он часто ездил и смотрел наши выступления. В то время, будучи просто энтузиастом. Иногда комментировал. Например, это здорово, отличное использование светлой тени. Вы создаете атмосферу, разрушаете ее, но неправильно одеваетесь и не взываете к публике. А надо. Надо устанавливать контакт. Я понимал, что с Брайаном и Роджером иду не в том направлении. Я ушел своим путем в поисках того, что меня устроит. Тим разочаровался и даже сказал так. Я ухожу в группу Хампи Бонг. Хампи Бонг были неким отпочкованием биджиз. Группа основала их барабанщик. Им даже удалось попасть в Top of the Pops. Тим сказал, я серьезно хочу попробовать с ним. Фредди, как всегда, был рядом и сказал, давайте я буду петь. Все получится, вот увидите. В общем, мы не согласились. Все было как нельзя кстати. Фредди продвигал театральность выступлений, к чему Смайл шли и так. Мне это было не по душе, и я ушел. И правильно сделал. Деньги мне бы не помешали, но было здорово. И мне не хватало чего-то, что потом сделал Фредди. Я никогда не был шоуменом. Творцом, таким, как он. Так что сегодня я понимаю, как хорошо, что просто не помешал. Иначе в мире не было бы шоуменом. Он написал песню для первого альбома My Fairy King. Там есть строка «О, мать Меркурий, что ты со мной сделала?» После этого он сказал «Я стану Меркурием». Песня «Мать» – моя мать, «А я стану Меркурием». Но мы тогда подумали, может, умом тронулся. Но все было серьезно, и он поменял имя. Стал Фредди Меркури. Выбрал себе роль. Стал актером. Большая часть выступления – игра. Актерская игра. Выходишь на сцену, изображаешь мачек. Либо появляется много персонажей, которых я изображаю. Видимо, изменив имя, он вновь принял иную личину. Это помогло ему быть тем, кем он хотел стать. Молодой Ульсара был внутри, но на публике он становился иным. Богом. Меня зовут Мик Рокк. Я делал ранние снимки Куин и Фредди. И просто был его другом. Меня зовут Мэри Остин. Я очень долго дружил с Фредди. Мы были завязаны в мире моды Кенсингтона, если можно так сказать. Биба – это одно из лучших мест в те времена. Модный андеграунд. Не от кутюра, а мода. Мода для людей. Еще многих привлекало то, что девушки, работавшие там, были ослепительно красивы и правильно одевались, и умели себя подать. Мы ходили туда просто, чтобы полюбоваться. Фредди тоже. Одной из девушек была Мэри Остин. Я познакомился с Мэри на концерте в Империал Колледж. Разговорился с ней, потому что она сидела сзади меня. Я был стеснительен, но все же сумел пригласить ее на свидание. Мы встречались пару раз. Она была очень осторожна. Мы ходили выпить что-нибудь, прощались, целовались с Чочкой. Но не более. Потом в какой-то момент Фредди заговорил со мной о ней. Он хотел с ней сходить куда-нибудь. Я ответил, ну, мы просто друзья, не встречаемся, давай я тебя представлю. И представил. Обычно он... он и сам мог набраться смелости, но чаще всего просил о помощи Роджера или еще кого-то. Сначала он улыбался и здоровался. так было месяцев пять или шесть. Наконец он пригласил меня на свидание. Они сразу друг к другу привязались. Эмоционально. Пять месяцев спустя мы жили вместе и прожили... прожили почти шесть лет. Она за ним ухаживала. однако он вел себя сдержанно. Так или иначе, это был любовный роман. Раньше у него были отношения с девушками. Но, вспоминая их, вряд ли это было что-то серьезное. А с Мэри наоборот. Они так подходили друг к другу и вели себя, как замужняя пара. Это была истинная любовь. У них все получилось, потому что в глубине души Фредди был очень стеснительен, а она тоже... Они были отличной парой. Это точно. Да, для меня это брак. Она моя гражданская жена. Мы живем как женаты. Но это слово для всех остальных. А мы верим только друг в друга. И что с ними, с остальными? Можно сказать, что она была любовью всей его жизни. После шести лет вместе подозрения Мэри о том, что в этой идее что-то не так, подтвердились. Один разговор с Фредди на чистоту изменил их отношения навсегда. Если говорить честно, мне кажется, я сразу поняла, когда он вступил в Джон Рид Энтерпрайзис, я поняла, почему изменились отношения. Я не знала, с кем он встречается, но догадывалась. Но не была до конца уверена. И решила, что он просто запутался. Я видела, что его мучают мысли. Его что-то грызло изнутри. Это был не Фредди. Не таким я его знала с самого начала. Услышать все от него самого, это было облегчение. Он сам признал, что проблема существует два последних года из тех шести, и что мы провели вместе. То есть, я не ошибалась. Для меня это было облегчением. Будто нож из плеч упала. И я была рада, что он нашел силы говорить честно и откровенно. После разговора он вновь стал совершенно другим. Таким, каким я его знала в ранние годы. он стал самим собой расслабленным и веселым. Видимо, он не предполагал, что я поддержу его желание стать геймем. Но я его поддержала. Это само собой разумелось. Я была так рада видеть, что Фредди стал самим собой. это было замечательно. Он был так счастлив. Такому человеку нельзя запрещать конфликтовать с собой. это любовь. Любовь, которая заставляет принимать и понимать. Ты хочешь видеть, как человек растет, как ему свободно и легко дышится. И легко дышится. Это тоже счастье. Просто он столько мне дал. он столько мне дал, как можно было не дать ему что-то взамен. у Фредди был отличный вкус. фредди был благодаря уюту его дома некоторые вечера проходили спокойно. но в другой раз заканчивается такой дикостью, что мне лучше сначала посоветоваться с юристом, прежде чем вдаваться в детали. Фредди умел устроить вечеринку. На его счету несколько самых масштабных мероприятий в истории. Это съемки самого грандиозного из них. Его 39-летие в Генфиле. Там были тролли, гномы, огры, балерины, трансвеститы, транссексуалы и еще человека два-три среднего. Мы запрещены. Он закатывал потрясающие вечеринки. Там был карлик, покрытый печеночным паштетом. Он лежал на блюде, если кто-то втыкал туда нож, он делал так. Все блюдо сотрясалось. Вот такой живой паштет. Это было как патте-пастиш. И я не собирался ни с кем купаться в бассейне. Я оказался пойман с поличным под фуршетным столом. в общем состоянии мне бывать не приходилось. За все это я отправлюсь на воспоминания славные. Вечеринка затянулась аж на три недели. Многие, особенно местные, перепугались. Но мы выдержали. Я привык видеть бабушку, улзающую по ноге с ножом в зубах. Помню, как мы гоняли пьяные на его Роллс-Ройсе по Лондону. Я высовывал голову из окна и орал «I could have danced all night» во все горло. Он приводил людей в шов. Фредди все делал с размахом. Например, отправлял 80 человек самолетом в Барселону на вечеринку. Нет, спокойствие и размеренность были не для него. Он тратил деньги на себя, но не в первую очередь. Веселил других, развлекал их, потому что весело только, когда другим весел. Выходит Рябина, и все начинается. Или беги, или беги, мне пора. Там были танцоры фламенко, салют, потрясающие, будто съемки фильма «Филин». Это была вечеринка, когда все должны были прийти в костюме своего кумира. Он нарядился самим собой, конечно же. Я Джим Хаттон. Последний любовник Фредди. Сексуальность Фредди, толком не обсуждавшаяся, стала результатом фривольных экспериментов 60-х и 70-х. Бисексуальность, бесполос, переменчивость, все это было духом времени. Фредди оказался в самом центре этого водоворота. Эмоционально, духовно, сексуально. Он был человеком того времени. Во многом это связано и с модой. Но и внутри все было тоже. Он всегда шел дальше, чем другие, и патировал, и поражал. Девит Боуи был моим другом, а Фредди в плане манер блести и патажа. Пошел еще дальше. Фредди сам никогда не обсуждал свои наклонности. О многом он умалчал. И об этом тоже. И вряд ли с кем-то еще обсуждал, кроме Мэри. Он решил, что это одна из его сторон и не хотел, чтобы кто-то знал. Фредди не нужно было о чем-то заявлять. Он просто жил как гей. Если ты общаешься с ним плотно, сразу понимаешь, что он гей. У него были парни. Он не скрывал это, но и не демонстрировал. Он любил сохранять налет тайны. Все признаки на лицо. Кому надо, тот увидит. Но опять же, что такое признаки? Вот увижу я человека на улице и скажу сразу, он гей. А вовсе не обязательно. Просто мне кажется, что он жил своей жизнью, как хотел. Мне желаю становиться символом для гей-движения. Есть два упоминания в прессе, где он признается в том, что он гей. Действительно, все напечатано черным по белому. Но люди не принимают это безоговорочно. Зачем тогда в чем-то сознаваться, подтверждать и так далее. И если сейчас он был бы молодым, лет 30-40, его бы все мало волновало, поскольку времена изменились. А во многом, кстати, благодаря ему. Я не боюсь сделать то, что хочу, прежде чем спрячься. Я тоже хотел выступать, не подвести. Фредди Меркьюри, я не знаю, что это значит, но нужно было как-то реагировать на то, что пресса сообщила людям. И я часто это делал. По сути, жил, жил в большевом образе. Теперь я не беспокоюсь. Даже если я выгляжу дураком, даже если я оступлюсь, а такое бывало, я не волнуюсь и просто наслаждаюсь жизнью. Любой гей не хочет, чтобы об этом узнали родители. это очень тяжело объявлять им об этом. Если бы они знали, что он гей, им было бы все равно. Он мог бы и не говорить. Он знал, что все знали. В последние годы Фретти умерил свой пыл и встречался лишь с Джимом Хартеном, которого представил группе как своего мужа. и это было уже совсем слишком. Я поставил крест на всем, на сексе. И выращивал цульпаны. Гей сообщество само по себе переменчиво. Каждому рано или поздно приходит время успокоиться. Мне нужно было затишье после боли. Трудно найти подходящего человека. Я нашел утешение без особых усилий. Мне не нужно никому ничего доказывать, поскольку мы отлично понимаем друг друга. Звучит скучно. Порой он на меня раздражался. Например, из-за кошек. Его кошки чаще ластились ко мне, чем к нему. И это его сильно злило. В конце дня он говорил, у меня есть кому идти домой. Где бы ты ни был, если тебя ждут дома, ты чувствуешь себя уверенней. Я думаю, ты чувствуешь себя уверенней. Я очень доволен своими нынешними отношениями. Лучше бы и желать нельзя было. Я нашел то, что искал всю жизнь. И ни один ублюдок не помешает мне. И я не думаю, что его последние годы были действительно счастливыми. Я не думаю, что он может быть. Хотя Фредди занимался раньше модой, для сценических костюмов он нанял дизайн. Творения Дайаны Мозли рано или поздно подстегнули его фантастику. А в 1973-м, когда Куэйн понадобились костюмы для концертов в Валенте, они с Брайаном явились в ателье Зандеротса. Раньше мне заказывали костюмы Ти-рекс. Может, они их и видели. В те дни Фредди все еще искал идеальный образ. Фредди мыслил свободно. Это видно из того, как он легко менял образы, в каждом из которых видна эта свобода. Он требовал черный лак для ногтей. Требовал и покупал. Мысли о том, что он наденет, приходилось сразу и внезапно. Она принесла материал и посоветовала. Вот, возьмите это и это. Она сказала, я уже вижу, что тебя ждет большое будущее. Первый костюм, сшитый мной для Фредди, нечто вроде узкого корсажа с плессировкой, чтобы можно было поднимать руки. Он мог поднимать руки. Конечно, он относится к глэм-року, а не к панку. У них было какое-то магическое притяжение. Или что-то сказочное. А может, они просто были мягче. Мне заказывала сказочные костюмы принцессы Дианы. И точно так же воображение разыгралось в случае с Фредди. Потому что он заполнял собой пустоту. Он был первым, кто создал себе образ и впоследствии многократно менял его. Подобно бабочке. делать целую бутербург. И потом идти к экономии другого взгляда. Так что это довольно интересное, что он прошел так много изменений. Единственное, что можно сказать о моде наверняка, она меняется. Мне суждено было стать одной из перемен. Весьма эффектно. В 1984-м Фредди нанял Дайану Мозли стилистом на клип «I was born to love you». Затем она ездила с ними во время туры Magic и занималась личным гардеробом Фредди. Клипе «Born to love you» должны были быть только женщины. Изначально примерно тысячи, но в итоге снимались 300. Он был их воином. Это была песня признания. Я ела его во все белое. Белое с серебром. Такое Ромео в кольчуге. Ромео. Что лучше слово? Баттл-джакет. Фредди не был так сильно помешан на одежде, как многие думают. Он одевался по случаю и не был маньяком, помешанным на моде. Во время туры Magic единственное, на что подсели все, это белые одежды. Особенно потому, что она просто светится на больших сценах и стадионах. Ребята сзади кое-что видят. Помню, Фредди позвонил из Швеции, где стартовал тур. Он сказал, все не то, надо что-то придумать. У меня есть идея, остальные не нравятся, а мне очень. нужна корона и мантия с горностаевой отделкой. Ты хочешь металлическую корону, максимально похожую на настоящую? Он подтвердил, и мы сделали. Видимо, это Фредди нравилось. Не нужно было повторять мне 10 раз. Иногда они перегибали палку, и скусица достигала опасных пределов. что-то было средненько, но всегда вызывающе. Попытки Фредди насадить в рок-музыку элементы оперы вызвали насмешки в рок-прессе. Мир классической музыки принял его амбиции всерьез, и несколько раз ему удалось осуществить мечту. я Монсеррат Кабали Я Монсеррат Кабали Мы с Фредди Меркью пели песню «Барселона», песню о моем родном городе. В мае 1983-го любовь Фредди к опере привела его в Ковенгарден на концерт «Повороте», исполнявшего Верди. В тот вечер родилось незабываемое чувство. Повороте исполнял оперу Вердиан Баллэн Маскера. Тенор сразу начал серьезный ария. Фредди воспитывал «Вот это здорово! Он поет прямо как на записи». После этого появляется трио сопрано. Музыка потрясающая. «Повороте» Мы ничего специально не планировали, но пела Монсеррат. Он не знал, кто она. Ничего не знал о ней. И вот она вышла и спела свою часть. Под конец Фредди просто отвалилась челюсть. Он спросил, когда она выйдет снова. Я хочу послушать еще. Кто она? «Пансеррат Кабарье, испанка, сопрано». А он говорит, «У тебя есть ее записи? Я хочу все послушать». Так все и началось. Он позвонил мне, такой возбужденный. «Ты не поверишь, мне передали, что Монсеррат Кабарье хочет со мной встретиться. Без тебя не пойду». «Потрясающе, я иду в оперу». «Черт, рок-н-ролл». Встречу назначили где-то на два часа. Фредди места себе не находил. Впервые приходилось видеть его таким напряженным. Мне нужно было все время следить за дверью, каждые две-три минуты, в ожидании, когда она придет. Но наконец они прибыли, в четверть третьего. Это была незабываемая встреча. Все раступились, как вода Красного моря. Монсеррат только вошла. Здесь мы впервые увидели друг друга. Когда я вошла, у него были такие холодные руки. Мои тоже. Но я почувствовала и подумала, что его руки холоднее, чем мои, и что он тоже нервничает. А это хорошо. Когда люди нервничают, значит, они оба чего-то ждут друг от друга. В углу стояла пианино. Все приготовили. Мы отошли от стола к нему. Он играл, а я начал петь. Мы могли бы продолжать часами. Закончив, мы посмотрели друг на друга, и я поняла, что он меня покорил. после памятного выступления в Ковенгарден Фредди Монсеррат и Майк Морган вернулись в Гарден Лодж и импровизировали до восхода. Это был особенный, уникальный вечер. Потрясающий вечер. Я никогда его не забуду. Было так хорошо, что мы не заметили, как прошло время, и кто-то сказал, уже почти шесть. Лучше прерваться, вы и так полный концерт спели. А я ответила, что это прекрасная усталость. Каждые пять минут он повторял, вам лучше уехать. Она спрашивала, я вам надоел? А он отвечал, ни в коем случае, но я не хочу, чтобы у вас были проблемы. Вы не устали? Отдохните. Вы меня гоните? Вовсе нет. Но вам нужно отдохнуть. я рискую. Я могу петь до шести утра. Было шесть утра, на улице было полно людей, удивленных, что я провела ночь дома у Фредди. Я думал, мы ограничимся одной песни или дуэта. Только одной спросила она, вы уверены? Я ответил, хорошо, посмотрим, как поет, если вам понравится. Сколько песен в среднем в рок-альбоме? Я ответил, около десяти. Значит, споем десять. Она сказала, напишите десять песен. Завтра. Музыканты отлично понимают друг другу. Музыка их связует. Тоже было у нас с Фредди. Это так интересно, потрясающе. Никогда не приходило мысли так писать песни. она хочет петь дуэтом, а это совершенно другой подход. Он очень меня любил. А я его. Для него это было нормально, но не для меня. Я говорила, вы точно хотите, чтобы я с вами выступала? я же не молодая, крупная, ну и так далее. А он ответил, послушайте, в музыке нет возраста. Я думаю, из всех проектов без Квинн, Этимон гордился большим с ним. В мире опера это была революция, настоящая революция. Потрясающая песня. У меня по-прежнему мурашки похожи, когда я ее слышал. Хотя слышал 10 тысяч раз, она невероятно оперная, мелодраматичная, чистая опера по многим аспектам. Он был вне себя от счастья, что это случится. Все должно было быть идеальным. В звукооператорской ее ждали цветы. помню, он настоял, чтобы лондонская студия заново переделала дамскую комнату, на случай, если она пожелает ей воспользоваться. Фред сказал тогда, я не могу выйти на сцену и выступать, как обычно, она оперная певица. Лучше вести себя скромнее. Конечно, он временно забыл, что она оперная дива. На сцене она была как извергающийся вулкан. Когда она запела, он обернулся и сказал, черт, да она еще универы даст. Да, они были гримучи смеси. Тот год, что мы провели вместе, был лучшим в моей жизни. Я всегда буду помнить его. один из самых необыкновенных, прекрасных и счастливых моментов моей жизни. Это было окно в новый мир. Сегодня много молодежи приходят к нам в гору. все хотят узнать, что это за женщина так много кричит вместе с вами. Мы благодарны и ему и вам, потому что впервые две разные музыкальные вселенные наконец соединились. Однажды мы сидели в компании друзей и Фредди сказал «Я обожаю музыку, а она и есть ее воплощение». С тех пор мне много раз предлагали перепеть «Барселона» с другими певцами. Но вы знаете, это должно быть продолжением наших с Фредди чувств и мыслей. Что-то особое. В начале 80-х успеха в звездной жизни от попыток влезть в его личную жизнь Фредди покинул Англию и предался вытянению. Лучше всего ему подошел Нью-Йорк. Я Райнхольд Мэк. Мне довелось продюсировать часть альбомов «Квин» и один сольный альбом «Фредди». Я Уолтер Ветников. Я руководил записью альбомов «Фредди» «Мистер Бэтгай». Кроме того, свободно он мог себя чувствовать и вверху. Все знали, кто он, но знали также, что он этого не хочет. Поэтому просто переходили на другую сторону улицы и не трогали его. К нему старались не относиться как к свезде. не просили автографа, воспринимали как славного парня, который платит за выпивку. «Фредди» Оказавшись в Рио, я пропустил карнавал. Зато тут есть фашинг, и он ненамного хуже. Да, они умеют танцевать. Никогда не останавливаются. Я несколько дней отжигал по полной. Меня не предупредили, что фашинг заканчивается в последний вторник масленицы. И я выдохся за пару дней до этого. Я беру от жизни все. Каждый день для меня сплошной фашинг. Он мне нравился своей энергией, энтузиастик, как будто слегка пьяный. Я сознательно использую этот термин. Фредди Мэркли был гений. Когда ты гений, общество позволяет тебе некую свободу. Можно вести себя не как все. Это вот студия. Мне нравится музыка, которую я слышал на студии. Черт с ним. Лучше Фредди, чем Крэнди. Кошмар какой-то. Для меня тоже все в новинку, потому что не разрешают давать оркестру волю, а не задерживать его. Играете все ноты, которые раньше не пробовали. Они как с ума посходили. Просто какая-то война музыкальная. Мистер Мистер Бэд Гай Да, проект оказался не самым успешным. Но несмотря ни на что, я рад, что мы его сделали. почему он не пошел? Да черт его знает. Если хотите, можете это вырезать. Он был настоящим гений. Майк просто гений. Я столько раз ему говорил. Истинный гений. Писать Hot Space мы начали в Швейцарии, затем отправились в Мюнхен. Время шло, все затягивалось, людей не было, все катались на лыжах. Фредди стал крестным отцом моего ребенка. Проспорив. Я сказал, что быстрее зачать родить ребенка, чем дописать альбом. Еще недели и я бы проиграл. Фредди очень серьезно отнес к крещению. Надарил всяких ложечек и плюшевых мишек размером с дом. Много всего. Все время спрашивал, как он кушает, чем мы его кормим. Заботился, похоже, больше матери. в Нью-Йорке. В Нью-Йорке можно расслабиться. Поэтому туда приезжаю я и многие другие, в том числе Фредди. мы взяли много времени здесь. Если мы хотели сходить на святого, он вставал в очередь, вместо того, чтобы идти нагло напролом. Он не хотел привлекать внимание. не хотел быть известным, быть известным. Но все равно замечали и говорили, что Фредди Меркьюри в очереди. Фредди был искателем приключений и был легок на подъем. Нью-Йорк для этого лучшее место. В конце 70-х и 80-х это было лучшее место для декаденства. Можно было раскрываться всеми гранями. Это было самое приятное в Нью-Йорке. Это же погубило многих за прошедшие годы. И меня почти что. Наверняка именно там Фредди заразился болезнью, которая убила его. Несмотря на то, что раньше Фредди считал Монтре слишком тихим городком, в конце 80-х он все-таки купил там квартиру и занимался ее ремонтом. это отвлекало его от более серьезных проблем. Все узнали о том, что Фредди ВИЧ позитивен из разных источников, но известие было ошеломляюще. мне позвонил продюсер Фредди и сказал, что он не может до него дозвониться. Просьба перезвонить была передана, но продюсер звонил вновь. Решив докопаться до сути проблемы, мне удалось наконец его найти. Мне показалось, что сердце остановилось. Первая реакция любого это точно? Да, точно. Лучший врач, лучший из лучших. Вторая реакция давайте поищем другого. Тогда он сказал слушай «Если хочешь уйти, ради Бога». Мой ответ был «Прекрати, естественно, я никуда не уйду». Во время одного из визитов мы сидели у него в спальне с Роджером и он все сказал. Он спустился ко мне сверху на кухню сказал «Я должен тебе кое-что сказать». Я слушаю. Ты знаешь, что я болен, да? В общем-то да. Знаешь, чем? Да. Ну, тогда все. Ты знаешь и хорошо. Больше ни слова об этом. Никогда. потом он решил собрать всех у себя и объявить реальные факты, о которых мы и сами, в общем, догадывались. Конечно, это всех объединило, сплотило ряды. Как он это говорил? Я серопозитивен. у меня болезнь. Но ты же такой сильный, поешь, как и раньше. Да, это я еще могу. Но настанет момент, когда все кончится. Я это прекрасно знаю. и тебе тоже нужно знать. Мой долг сказать об этом. Я сказала, нет, это не долг, но мне приятно, что ты сказал, потому что это значит, что мы друзья, а это важнее всего. ко ко всему нужно относиться спокойно. И к нему тоже. Если бы он заметил отчаяние или переживания, то оттолкнул бы от себя и стал бы искать того, на кого он смог бы положиться. Это такая болезнь, о которой ты не хочешь, чтобы тебе напоминали. Он любил нас и уважал, и не хотел мучить. А мы понимали это и не хотели расстраивать его, потому что тоже сильно его любили. Но очень переживали. Сначала в его слова трудно было поверить. Как будто все пролетало мимо ушей. Только когда здоровье Фредди начало ухудшаться, тогда пришло осознание. Но даже тогда почему-то казалось, что он выкарабкается. В августе-сентябре стало ясно, насколько все серьезно. Фредди жил в Монтре. На мой день рождения он всегда был с нами. На этот раз только прислал цветы из Монтре. Прости, мама, в этом году я не могу быть с тобой, но обязательно наверстаю. Но тогда, в октябре, он уже был совсем плох. Тяжелое время. Он старался держаться бодро, потому что всегда старался радоваться жизни всеми возможными способами. отчасти поэтому не переставал творить. Он мог бы сдаться, исчезнуть и доживать последние дни, изолировавшись ото всех. Но он не сделал этого, лишний раз показав мужество. Он работал до последнего, пока мог. На момент смерти у него было еще столько идей. Они были у него в голове, но тело было не способно воспроизвести их или записать. Если бы не музыка, он вряд ли продержался бы так долго. До последнего в нем жили юмор и энергия. Те, кого не было с ним рядом, никогда не узнают, насколько он до последнего хотел что-то улучшить, отполировать или переделать. Все вокруг старались дать ему почувствовать жизнь, быть ее участником до последнего. Труднее всего было осознать, что бы ты ни делал, это не может его излечить. Сколько бы лет ты ни потратил, все равно в конце концов он умрет. Поначалу не верилось. Может диагноз неправильный. Очень трудно принять все как есть, если речь идет о близком человеке. мы заказали для него одежду из шелка и кашемира. Даже ношение простой одежды вызывало у него сильную боль. он был очень силен духом до последнего. Больше не могу пить шампанское, сказал он, выпей его за меня. Целую бутылку шампанского в одиночку. А Фредди смотрел. Он не позволял болезни встать между ним и окружающими. он ужасно страдал. Но никому об этом и словом не обмолвился. Когда снимали клип с Лайтли Мэтт, Фредди был уже совсем плох. А цвета софита всегда очень жарко. На Фредди же было несколько слоев одежды и нижнего белья, потому что он сильно потерял вес. Но держался он поразительно. Даже рассчитал момент смерти. мы могли лишь поддерживать его во всем, чтобы он не решил. Если хочешь уйти, не волнуйся за нас. Нам-то еще оставаться, так что не жди. Не цепляйся за жизнь, если она не такая, как ты хочешь. Если готов, уходи. Легенды не умирают. последние шесть месяцев Элтон часто бывал у него. Он очень заботился о Фредди. Иногда он мог зайти лишь на 5-10 минут. Надо было видеть его лицо, когда он уходил. Он очень переживал. Последние недели жизни Фредди журналисты осаждали нас. Мы держали их на расстоянии. но они продолжали писать всякую чушь. Когда он зашел в очередной раз, он сразу понял, что этот раз последний. Фредди перестал принимать обезболивающее, а Элтону нужно было вылетать по делам в Париж. Он сказал «Все, хватит этих тайм». и приехал на своем большом темно-зеленом Бентли и припарковался прямо у Гарден Лодж. Налетели журналисты «Что вы здесь делаете?» Он ответил «Я пришел навестить друга». И вошел. Это трудно было сделать, потому что он знал, что больше ему не придется бывать в Гарден Лодж. Не придется злиться на фотографов. После заявления он понял, что это конец. было Кроме того, это сделало бы нас лжецами. Ведь все отрицали, что Фредди болен. Друзья, родственники, все Фредди хотел защитить родителей, сестру и остальных Все, кто был с ним там, в доме, кто заботился о нем, ухаживал Он не хотел, чтобы все видели, как он движется к концу Не хотел всех расстраивать Мы спустились вниз и играли в эрудит Я пила шампанское Мы были одни На прощание он сказал Спасибо, что провела со стариком эти полдня Я видела его мужество Я видела его силу Видела глубину, которая была в нем с самого начала И прониклась Прониклась в глубочайшем уважении Он спал, просыпался, засыпал опять Телевизор был включен Иногда он говорил несколько минут Но в основном просто сидел, держа кого-нибудь за руку Чтобы понимать, что не один Утром в воскресенье Его дыхание изменилось Мы вызвали врача Он объяснил, что это начало комы Мэри приезжала время от времени Звонили родители Но врач сказал Пока не надо Может, ему станет лучше Нам приходилось не пускать посетителей Доктор собирался уезжать Мы с Джимом были наверху Хотели переодеть Фредди И тут заметили, что грудь у него не поднимается Дыхание остановилось Я поднялся И сказал Фиб и Питеру Его больше нет Стандартная процедура Проверить дыхание зеркалом Но я посмотрел на него и сказал Его больше нет Позвонил Мэри Он отмерил себе предел Как только не сможет больше записывать И вообще потеряет силы Это и будет конец Его жизнь Это работа В работе была вся ее радость Без нее Он бы Просто не выдержал Это было ужасно Все понимали, что это случится Но отказывались принять Я отлично помню И тот день И момент Шок был Потому что все случилось Неожиданно Хотелось верить в исцеление В то, что нужно продержаться Но лекарства нет и поныне Конечно, современные лекарства Позволяют облегчить страдания Жаль, что их не было тогда Такова жизнь Просто подошел его срок И все Однажды он сказал После обеда в воскресенье И я уже знаю, где хочу быть похороненным Но никто не должен знать Чтобы меня не выкопали Так и сказал Хочу покоиться с миром Под конец Главное быть искренним Осознаешь все ошибки И отбрасываешь оправдание Хочется быть честным С самим собой Плевать, что говорят обо мне люди Я ни о чем не сожалею Я это я Такова жизнь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я умею любить Это главное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА